Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, сейчас быстренько расскажу о новостях магазина, в частности о том, что выставили на продажу машинку. Ребят, скажу честно свое субъективное мнение по поводу данной машинки, а если вы за честность и в частности за честность обзоров, то вот желтый шильдик. Подписывайтесь на мой канал, я гарантирую исключительно честные обзоры на технику и на товары в магазине. И ни в коем случае никогда не посоветую вам купить что-либо, либо за реальные деньги, либо за голду кровную, что потенциально может вас расстроить. Так вот, ребятки, выложили на продажу Чинука и Щиноби. Машина, честно говоря, я вообще не понимаю, на кого рассчитана и зачем она нужна в целом. Ребят, смотрите, есть предложение следующее. Вы можете купить себе за 8500 золота машинку Чинука и Щиноби. Щиноби она становится тогда, когда вы поставите вот этот вот камуфляжик на нее, который идет в комплекте. Да, камуфляжик, кстати, смотрится нормально. Я не любитель камуфляжей, кто знает, тот помнит. Кто не знает, тем говорю в первый раз. Сейчас дело в том, что, по моему мнению, камуфляж, он должен быть, ну, либо просто красивым, да, нравится, либо он должен иметь толк какой-то, да, то есть скрывать серые зоны, допустим. В основном камуфляжи просто красивые. И платить за красоту какие-то там бешеные деньги в голде, я, честно говоря, не совсем понимаю. Но данный камуфляжик мне заходит, я в основном ставлю обычные простые камуфляжи, которые получаю где-то с каких-то контов, и мне их хватает. Короче говоря, вот Щиноби он становится благодаря вот этому камуфляжику. И действительно, в этом камуфляже машинка смотрится достойно, прикольно, интересно. Что касается X5, но они идут исключительно на Chinookai. 25 сертификатов, но в целом, ребят, если вы все 25 сертификатов используете, то сможете тогда полученный вот этот вот опыт использовать для того, чтобы повысить уровень своего экипажа. Альтернативный, так называемый. Сейчас вернемся к этому разговору. Что касается аватара, пихают эти аватары куда только можно, я не воспринимаю аватары вообще, поэтому ценностью полностью не считаю. Вот прям в ноль их цена, и почему их продают за голду и за реалмани, я вообще не понимаю. Что касается оборудования открытого, согласитесь, на пятом левеле оборудование, ну, дешманское, поэтому дали, да и дали, спасибо большое. Но в целом можно и за серебруху было бы открыть, ладно, бог с ним, лучше бы ценник здесь снизили. И место в ангаре для того, чтобы можно было поставить. Что касается самого Чину Кая. Вот есть Чину проходной, и Чину Кай, в принципе, его практически полная копия, за исключением там некоторых технических моментов. Но в целом, ребят, я бы не сказал, что прям сильно-сильно вау отличается. Что касается по ТТХ, я зацениваю всегда орудия, и то не все, по одной простой причине, потому что в основном показатели такие, как скорость, скорость набора максималки, броня и все остальное, это все, ребят, необходимо смотреть непосредственно в катках. Ну, а по цифрам можно заценить вот то, что касается орудия, в первую очередь в отношении КД, которое, я бы сказал, что для среднего танка пятого уровня, ну, великовато, согласитесь, 7,67. Да, я понимаю, что можно оборудку, там все остальное, ну, окей, пускай будет 7 секунд, но, согласитесь, много ДПМ, как бы, вообще не впечатляет. Что касается бронепробития, 124 единицы, окей, хорошо, что называется, есть да есть, и, слава богу, хорошо, что не ниже. Средний урон 160, в основном средние танки шестого уровня наделяют таким орудием, но в целом, ребятки, ну, тоже, согласитесь, не сильно-то и блещет 160 единиц урона. Углы склонения вниз, минус 6, говорят о том, что вы не сможете отыгрывать от неровностей по-человечески. Как говорится, да и с учетом вот этой вот фигулины, которая сверху торчит, поверьте, ну, за какой неровностью не спрячешься, все равно тебя будут выцеливать абсолютно-таки с легкостью. Меня очень сильно смутило время сведения в практически 4 секунды, может, с оборудкой будет меньше, но все равно не меньше, чем 3,7 однозначно, пускай 3,6. И что касается разброса, я бы не сказал, что там плохое, но и не фонтан, вот где-то что-то среднее. Поэтому, ребятки, по ТТХ я вообще не понимаю, то есть, ну, за что, за что, ребят, 8,5 тысяч голды. Просто не догоняю. Что же касается брони. Брони, ребят, просто нет. Ее нигде нет, вот просто ее нигде нет. Вообще, где бы ты ни искал. Максимум, максимум, ребят, где есть броня, вот то, что я нашел. Вот видите, вот это вот, 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 вот это вот, вот видите, да, вот. Маска орудия под, под, под вот этой вот основной маской, вот эта вот маска. И вот там, ребят, у нас идет 150, а, вот это вот, простите, 151 с приведенкой. Вот это 97 с приведенкой. А вот сюда вот уже 76. А вот тут, короче говоря, можно вообще подтираться, потому что это туалетная бумага по толщине. И вот этот вот верхний бронелист с учетом приведенки Аш-55. Короче говоря, ребят, вас будут бить просто вот нещадно. Размазывать будут просто как сопли по парте в школе. Но у мальчика, который получил двойку за поведение. Короче говоря, ребят, ну, вот, вот такой вот он Ченукай. Так вот, сразу возникает вопрос. А за что? За что, ребят, 8,5 тысяч голды. И если я сейчас смогу показать, есть еще контейнер за целых 5 баксов, из которого с вероятностью 20% целых можно получить Ченукай. Да, я согласен с тем, что если вы получите Ченукай с данного контейнера, то в целом, ребятки, вам будет уже не 8,5 долларов, а 5 баксов. Почему так говорю? Потому что, по большому счету, 5 долларов – это 5000 голды, если грамотно донатить. По моим подсчетам, грамотный донат получается тогда, когда ты покупаешь голду по 1000 золота за 1 доллар. И да, ребят, если вы мне не верите, такие предложения есть, они бывают довольно часто. Это вот ссылочка на мое видео, особенно для тех, кто хочет написать в комментариях, что я всякую чухню несу. Что касается 2500 золота, то получается, что вы их получаете за 5 баксов, то есть под 500 голды за бакс. Не знаю, может кому-то это и выгодно. Я лично считаю, что это в 2 раза дороже, чем можно, в принципе, голдишку порой себе прикупить. Поэтому, ребятки, возникает закономерный вопрос, а за что такой ценник 8,5 тысяч, если это танчик 5 уровня? Я думаю, что ответ кроется в такой циферке, как 226. Знаете, что это? Это процент доходности Ченукай. И я не знаю, честно говоря, кто на это поведется. Да, доходность классная, 226. Можно вспомнить с вами Конора Гневного, на котором можно только, извиняюсь, задом вперед ездить. И в целом машина абсолютно нереализуемая в бою. Я встречал Ченукай в виде соперника и скажу вам откровенно, этот товарищ, он даже, в принципе, с нами попрощаться не успел и просто развернулся и пошел в ангар. Причем вылетел первым. Хотя парень пытался там что-то отыгрывать где-то за холмом, куда-то что-то вылазить, там пытаться ромбовать. Не помогло, ребят, абсолютно не помогло. Парень с нами попрощался. Я не знаю, помогла ли ему доходность в 226% на выхлопе. Поэтому, ребятки, мне кажется, что вот эта доходность в 226% для Ченукай, это не что иное, как замануха, как на Коноре Гневном. Это вы берете себе потенциально крутофармящий танк. Но я, честно говоря, лучше за 8500 голды, а то и дешевле, потому что скоро у нас грядет новогодний аукцион. Возьму себе годную восьмерку, пускай со 175% фарма, но хотя бы реализуемого, а не за 8500 вот этот вот шлаг 5 уровня. Ребят, если вы со мной не согласны, если есть у вас Ченукай, вы офигенно на нем фармите, нагибаете просто таким зверски, пожалуйста, напишите в комментариях, ваше мнение действительно очень важно для ребят, которые пытаются определиться, донатить, не донатить, покупать ли за Real Money контейнер или покупать ли за 8500 голды данный аппарат. Что же касается меня, я однозначно его приобретать не буду, я, как уже сказал, лучше выйду на новогодний аукцион на всех своих аккаунтах и куплю там плюс-минус годные машинки, на которые буду снимать обзоры, но ни в коем случае не куплю себе пятерку за 8500. И да, ребят, по поводу того, что он там круто нагибает, вот как-то я сомневаюсь, я зашел, ребят, посмотрел на статистику, так вот, статистика, собранная за последнее время, говорит о том, что 61 игрок играл на данной машине, и они собрали суммарно 56,8% побед, поэтому сказать, что это прям супер нагибатор, нет, ребят, абсолютно не супер нагибатор, а почему 61 игрок? Да, но причина та же самая, наверное, одно и то же можно повторять по кругу, потому что 8500 это не ценник, ребята, для пятого уровня, абсолютно не ценник. Зайдите ко мне на канал и посмотрите обзоры на Акулу, на, не знаю, Action X, посмотрите обзоры на Леву, посмотрите обзорчик на, господи, как его, на Кейлера, которого можно было купить себе на Черную Пятницу за 6500, который нормально фармит, классно отыгрывает. Короче говоря, бомбезная машина, я в пределах всего видео поставил вам ссылочки на эти видео вот здесь наверху, заходите, посмотрите, и вы поймете, что действительно необходимо в этой игре покупать. Но однозначно не вот эту вот, щеноби за ценник 8-го левела, причем годного 8-го левела. Это мое скромное мнение, ребят, если вы со мной не согласны, обязательно пишите в комментариях. Ну а если вы за честность, простоту подачи информации, ну а главное за высказывание субъективного честного мнения, на которое никто не давит, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я гарантирую вам исключительно честные обзоры на технику и на товары в магазине. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Пока-пока.